Отлично, сейчас у нас уже есть готовый скрипт. В этом видео я покажу, как скомпилировать его в исполняемый файл и как изменить его иконку. Скрипт написан на скриптовом языке под названием AutoEat. AutoEat не предустановлен в кале, но он устанавливается автоматически при установке Vale. А так как мы используем Backdoor Vale, то бессмысленно рассказывать, как устанавливать AutoEat, так как он уже должен быть установлен. Но в целом вы можете загрузить его и запустить установщик с помощью Вайна. Итак, AutoEat уже должен быть у вас установлен. И теперь давайте переименуем этот файл и поменяем расширение с .txt на .au3. Теперь давайте откроем список программ и давайте найдем программу Compile. Пишу тут Compile. Как видите, тут у меня есть приложение, которое компилирует скрипты AutoEat. И давайте запустим приложение. Тут все очень просто. Как видите, сначала нам нужно указать путь к скрипту, к файлу, который мы создали. Нажимаю Browse. Теперь вам нужно перейти в папку Downloads, но я уже в папке Downloads. И давайте кликнем по файлу. И жмем Open. Мы также можем указать, куда мы хотим сохранить файл. Сохраню его в папку Downloads. И вот тут можно выбрать иконку. Мы можем использовать свою собственную иконку. Для начала нам нужно скачать иконку, которая нам подойдет. Если вы будете маскировать файл под PDF, то можете просто перейти на сайт IconArchive. Он перед вами на экране. И затем в поиске напишите PDF или MP3. Так вы можете найти необходимую иконку. В моем случае мне нужно подобрать ту же самую иконку, как та, что используется в Windows. Однако Windows в случае с изображениями обычно использует превью изображения, а не показывает какую-то конкретную иконку изображения. Так что давайте сконвертируем изображение автомобиля в иконку. Давайте для этого откроем Google и загуглим Image to Ica. И я уже пробовал некоторые из этих конвертеров. И самый лучший, тот, который не снижает качество, это вот этот. RW Designer. Можете найти любой другой, который вам понравится. Сейчас давайте загрузим изображение, которое мы хотим сконвертировать в иконку. В моем случае это будет то же самое изображение, как то, что будет видеть пользователь. Сохраню его. Сохраню его в папку Downloads. Все отлично. И затем вот тут. Переходим в Browse. Выбираем изображение. Вот оно. Кликаем по нему. И оставляем вот этот пункт. Иконка для Windows 7 и Vista. Это то, что нам нужно. И после этого жмем Downloads. Таким образом мы сконвертируем его в иконку. Файл с расширением .Ica. Жму ОК. Сохраняю файл. И давайте перейдем обратно в компилятор. И вот тут укажем иконку. Жму Browse. И выбираю иконку, которую мы только что скачали. Повторюсь. В вашем случае вам, возможно, придется указывать полный путь. Roots, затем Downloads, и только потом вы будете в папке с иконкой. С иконкой, которую вы только что создали. Кликаю Open. Отлично. Все готово. Все очень просто. Нам просто нужно было указать путь до скрипта. А затем указать путь до иконки. Жму Convert. Готово. Файл сгенерирован. Кликаю ОК. И закрываю окно. Как видите, вот наш исполняемый файл. Файл .exe. В папке также есть наш старый скрипт. Жертве нужно будет отправить файл с расширением .exe. Исполняемый файл. И давайте переименуем файл. GTR Image. И скопируем файл. И вставим его в папку веб-сервера. VAR, WWW, HTML, Evil Files. Перед загрузкой файла на компьютер жертвы, нужно начать прослушать входящие соединения от бэк-дора. Ранее я уже показывал, как это сделать. Так что давайте теперь напишем Show Options. Так вы можете увидеть настройки, которые я использую. И если вы не помните, как это делать, вернитесь немного назад к видео, в котором я детально объясняю, как это делать. И сейчас я просто пишу exploit. И теперь мы готовы принимать входящие соединения. Все готово. Давайте перейдем в машину на Windows и скачаем файл. Файл находится по адресу http102014213 evilfiles.gtr-image.exe. Жмем Enter. Сохраняем файл. Смотрите, вот наш файл. И вместо его иконки используется изображение. Это словно превью изображения. Все выглядит довольно естественно. И давайте дважды кликнем по этому файлу и нажмем Run. Как видите, открылось изображение, как на иконке. И давайте теперь перейдем в машину на Кали. Как видите, установилась сессия метропреттера. По сути, мы взломали компьютер жертвы, и теперь мы можем делать с ним что угодно. Просто, чтобы точно убедиться, пишу sysinfo. Как видите, сейчас мы находимся в компьютере жертвы, и у нас есть полный доступ к этому компьютеру. Мы смогли это сделать с помощью файла, у которого в качестве иконки используется изображение, и после запуска которого открывается изображение. Как я говорил ранее, мы можем использовать этот метод для объединения злых файлов с любыми другими файлами. С изображениями, с PDF, с песнями. С любыми файлами, в которых заинтересована ваша жертва. И как я говорил ранее, это просто еще один способ создания payload-download-execute. Пейлода загрузки и выполнения. Вы можете использовать либо этот способ, либо способ, который я показывал ранее, когда мы использовали Bash Script. Можете выбрать любой из этих способов. Я показал вам второй способ на тот случай, если один из способов начнет определяться антивирусами. В этом случае вы всегда сможете использовать запасной вариант. Также не забудьте поиграться с различными опциями. Если файл видит антивирусы, попробуйте отредактировать его с помощью HexRedactor. Так вы сможете обойти все антивирусы.